А сейчас я представляю спикеров, которые на мой вкус, на мой взгляд подняли наибольшее количество обычных, самозанятых, ничем не занятых, малых предпринимателей, людей до оборота 10 миллионов рублей в месяц на онлайне, на цифре. Я их просил рассказать вам и поделиться с вами о том, как онлайн школы вообще развивать, вот именно контентом, чтобы у вас хоть какой-то инструментарий остался, как делать онлайн школы. Вы же так и будете делать? Тогда давайте поаплодируем Диму Юрченко, Сергея Капустин, Аксель. Дима меня удивил. Дима сегодня имеет самую длинную бороду. Вот так выглядел этот человек раньше. То есть обратите внимание. А все почему? Потому что сделали бизнес на онлайне, заработали много денег, уехали в LA, но Америка это же страна развращенная. То есть развратились, перестали трудиться. Они настолько смогли автоматизировать бизнес, что им по сути уже не требуется выглядеть по-человечески. Они могут вот как Дима уже ходить, знаете, такой American style мультимиллионера. И ему и не надо, потому что у него все равно весь бизнес в онлайне, неважно, там бородатый, не бородатый. Вот. Смогли построить, автоматизировать процессы. Так что, ребята, я сказал, что вы про контент сейчас будете. Мы будем приводить много примеров и показывать индустрию и дадим контент тоже. Супер. Все, слушайте внимательно. Мы расскажем о том, как мы делаем миллион долларов в месяц на онлайн-курсах. Кому интересно? Кто хочет миллион долларов? Кто считает, что быть предпринимателем – это круто, это свобода в первую очередь, свобода принимать решения, куда едешь, с кем едешь, как проводишь время? Кто считает, что у предпринимателей денег всегда больше, чем у корпоративного сотрудника? Кто считает, что это можно путешествовать, проводить время с семьей, а если нет семьи, то можно с девушками и мальчиками. Веселиться, когда на тебя работают сотрудники, а ты получаешь дивиденды и можешь отдыхать. Мало рук. Окей. А кто из вас уже 2-3 года занимается предпринимательством? Кто уже 5-й год занимается предпринимательством и думает, где же эти деньги, которых я ожидал? Где же эта свобода? В отпуск я ездил последний раз, когда был корпоративным сотрудником. У кого-то примерно вот такое. Кто считает, что он был жестко обманут, есть какой-то заговор глобальный, что предпринимательство – это круто, а на самом деле это не так круто. Григорий Аветов – лидер этого заговора. Да, вот собирают такие форумы и рассказывают, как быть предпринимательством классно. Кто считает, что есть какой-то глобальный заговор? Кто понимает, что предпринимательство – это иногда ты должен платить зарплату, когда себе не хватает на дивиденды? Вот, есть руки, знакомо. Кто считает, что за сотрудниками нужно бегать, приходится бегать и умолять, чтобы они работали? О, даже Григорий поднял руку. И у нас тоже было такое раньше, пока не появилось онлайн-образование. И сегодня мы хотим вам просто показать в цифрах индустрию, которая вот так вот развивается сейчас на наших глазах. И мы являемся такими толкателями этого локомотива. Это индустрия онлайн-образования, онлайн-школ. Это место, где высокая прибыльность, там 40-60% против традиционного бизнеса, там 5-10%. Это место, где можно работать без офиса, где не нужно много людей, где там у тебя 2-3 человека, ты можешь сделать миллион рублей прибыли. Это место, где можно сразу работать не на какой-то маленький город или там только на один город, а ты сразу работаешь на все русскоговорящее население мира, а это там 300-350 миллионов человек. Это ниша или это индустрия онлайн-образования. И мы хотим вам сегодня показать ее в цифрах, показать ее в героях, показать ее в лицах, рассказать истории. И самое главное, что наша задача, это вдохновить вас на то, что вы тоже можете продавать свои знания. Если они у вас есть в чем-то, то ли вы круто делаете Оли на скейте, или вы умеете как-то там петь, или вы умеете говорить на каком-то языке. Или вы знаете человека, который обладает каким-то опытом, знаниями, навыком, и вы можете его продюсировать, его знания напаковать и продавать в интернете. Вот кому интересна эта индустрия? Мы считаем, что каждый человек может получать дополнительно 200-300 тысяч рублей, продавая в месяц, продавая знания в абсолютно разных сферах. И вы удивитесь, в каких сферах сейчас люди продают знания. Что такое онлайн-школа? Ну, все вы знаете… Кто понимает, что такое онлайн-школа? Давайте так. То есть, ну, офлайн-школа – это когда есть преподаватель, у него есть там класс, например, там урок по английскому. Дальше это перешло в онлайн, когда уроки стали идти по скайпу. То есть, опять же, есть преподаватель, преподаватель преподает там один на один по скайпу, или преподает в группе по скайпу. Сейчас же онлайн-образование становится более эффективным, чем офлайн-образование. То есть, подключается, например, как у нас в акселераторе. То есть, у нас с одной стороны как бы онлайн обучающая программа, но с другой стороны в ней есть там соревнования, командные разные забеги, объединения, мастер-майнды, там, кураторы. Есть очень простые легкие уроки, которые надо выполнять. То есть, образование переходит на такой совершенно новый уровень. И в этом уровне каждый человек может стать героем, то есть, и продавать свои знания по всему миру. Кто считает, что онлайн-курсы – это несерьезно, и там сложно выйти на какие-то большие объемы? У кого есть ощущение, что школу нельзя сделать большой, и там зарабатывать миллионы? Есть такие. Как вы думаете, мы обещали примеры, вот рисование. Сколько можно зарабатывать на тому, что ты учишь в интернете рисовать людей гуашью, маслом, пастелью? Как вы думаете, сколько можно заработать в месяц на этой школе? Миллион? Кто больше? Пять. Марат Нигамедьянов – собственник, совладелец школы рисования Калачев School. Он делает 20 миллионов рублей в месяц уже на протяжении трех лет. Начал он с того, что сделал онлайн-курс рисования на ногтях. И на старте он заработал с первого старта миллион двести. И что интересно, что он не вложил даже ни рубля в рекламу. Он просто на форуме маникюрщиц разместил информацию о том, что будет курс по рисованию на ногтях. Миллион двести. В следующем месяце снова миллион двести. И сейчас это все доросло, переросло в рисование просто на бумаге, даже не на ногтях. И 20 миллионов рублей в месяц ежемесячно. И при этом… Калачев School можете посмотреть, при том, что Марат изначально был вообще фотографом. То есть его бэкграунд – это не бизнесовый бэкграунд. То есть он даже… он не свои знания продавал. Он взял человека, который умеет, и упаковал его знания. И до сих пор его модель продюсирования… Он продюсер, он организатор, он организует людей и создает онлайн-школы. Как вы думаете, сколько можно зарабатывать на онлайн-школе тортиков? То есть ребята делают курсы по тому, как печь десертики. И на самом деле адресуется эта женщина, которая хочет, чтобы муж ей подарил цветы, стал дарить какие-то подарки. Вот просто так вообще не получается. Она вот начинает делать ему хорошие, вкусные десерты. И вот муж как-то реанимируется. Вот сколько на это можно делать денег, как вы думаете? В общем, Артем и Полина, они наши резиденты, делают на вот таких вот курсах 8 миллионов рублей в месяц. Причем я реально не верил в том, что такая ниша вообще, она возможна, что она реальна. Я всегда наших резидентов отговаривал от того, чтобы идти в нишу десертов. Они сейчас запускают новый курс. Артем со мной советовался, говорит, типа, что думаешь, запущу новый курс о том, как делать котлетки. Тоже вот такая вот онлайн-школа интересная. Еще важно. Они до этого объема дошли всего за 6 месяцев. То есть они начали в ноябре прошлого года. Причем Полина, то есть Полина эксперт, ей 20 лет, у нее нет никакого вообще образования. У нас, кстати, будет скоро новый ролик о ней вот у нас на YouTube-канале, можете посмотреть акселератор. Артем, он делал малый бизнес и понял, что в малом бизнесе куча геморроя, то есть низкая маржинальность, там сложно как-то масштабироваться, куча сотрудников, вот эти вот фиксированные затраты на офис, можно уйти в минуса, и он уходил в минуса. И он решил просто идти в онлайн. Поставил цель выйти в онлайн, нашел эксперта, Полину 20 лет, которая фотографировала в инстаграме тортики, и запродюсировал. Такой очень интересный кейс. А сколько можно зарабатывать на курсах картофель, по выращиванию картофеля, огурчиков, помидорчиков, ну вот такое садоводство, как вы думаете? Этот кейс взорвал мне голову просто, взорвал мозг. Сколько? Тоже скоро ролик об этом кейсе выйдет у нас на YouTube. 10 миллионов рублей в месяц делает вот Руслан Яхин. Это курс о том, как вот заниматься садоводством. То есть у него была следующая идея очень интересная. Он искал нишу, то есть где бы ему продавать курсы. И стал смотреть в Яндексе, в Wordstat, что пользуются, ну такие слова пользуются популярностью. И вот он нашел, как выращивать там картошку, там помидоры, вот это все. И потом дальше, ну прикольно очень мыслит, он пошел в Библиоглобус или в какой-то книжный магазин, нашел там авторов по садоводству, вот такие какие-то крупные книжки, пролистал там, кто этот автор, какие-то его контакты, связался с этим автором, предложил ему продюсирование, там запаковал его в онлайне, выложил, и вот настроил рекламу, трафик, и вот пошло. И если еще остались скептики по поводу того, что онлайн образование это несерьезно, вот цифры Skyeng, он в прошлом году получил инвестиции по оценке 100 миллионов долларов. Это Георгий Соловьев, они с одногруппниками после вуза 4 года назад тортовали этот бизнес, и сейчас они имеют бизнес, который стоит 100 миллионов долларов. Нотология Групп, они обучают ИГ-школьников и профессиям в интернете. Их они тоже в прошлом году получили от Мордашова инвестиции по оценке 60 миллионов долларов. Многие из нас, кто слышал бешеную сушку, бешеная сушка тоже относится к онлайн школам, это классическая онлайн школа, они обучают людей по сути онлайн фитнес. То есть, если подытожить, то онлайн школа это возможность работать полностью удаленно, без офиса, с удаленными сотрудниками, там 2-3-4 человека нужно, чтобы делать миллион рублей прибыли, это 40-60% прибыльности. Стартовать можно без инвестиций, мы сегодня дадим вам некоторые схемы, как это можно сделать. То есть, мы считаем, что хорошо, когда есть деньги на трафик, но можно и без этого. Это довольно легко масштабировать, то есть, если настроил автоворонку, то увеличиваешь в 10 раз трафик и в 10 раз растет проект. Минимальные фиксированные издержки, то есть, нет такого, как вот в обычном бизнесе, у тебя там офис, куча сотрудников, ты им там должен, трудовая инспекция. То есть, ты работаешь с большим количеством фрилансеров и если у тебя сокращается проект, то тоже это очень удобно. То есть, в минус уйти можно, но гораздо сложнее, чем в обычном бизнесе. То есть, если сравнивать с традиционным бизнесом, с прибыльностью 1 миллион рублей в месяц, в традиционном это 20-50 человек нужно в команде иметь для того, чтобы эту цифру делать, в онлайн школе можно 3-4-5 человек иметь, чтобы делать те же цифры. Вопрос частый, зачем люди вообще покупают онлайн курсы, зачем они платят, если все есть в YouTube. Для кого это тоже актуально, кто об этом думал. Важно понимать, что сейчас нет информационного дефицита. Раньше действительно можно было просто продавать информацию, сейчас нужно продавать результат. То есть, вы должны учить не игре на гитаре, не обучение английскому языку, а о том, что ты споешь серенаду, любимый под окном, играя на гитаре. Или о том, что ты, выучив английский язык, начнешь зарабатывать на 25% больше. Ну и это современный подход, когда ты делаешь так называемое blended обучение. То есть, с одной стороны у тебя онлайн школа, но с другой стороны твоя задача главная в онлайн школе это сделать офигенное сообщество, которым люди будут помогать друг другу достигать результатов. Вот как вот случилось у нас в акселераторе. То есть, у нас в акселераторе онлайн школа наш результат – это когда наш участник акселератора создал свою онлайн школу. И мы, соответственно, используем механики для того, чтобы люди эти курсы проходили. Потому что если просто записать вот видео и выложить его в онлайне, и сделать там курс несколько месячный, то как вы думаете, какой процент людей доходит до конца, если вот это курс в голом виде, просто там одни уроки? Всего 4% людей доходит до конца курсов. То есть, это огромная, это очень маленькая цифра. И там, наблюдая за разными игроками индустрии, то есть, все ужасаются просто этой цифре. И, то есть, возникает разное количество методов о том, как же доводить людей до конца. То есть, есть геймификация. Вот, например, у нас в акселераторе мы объединяем людей и делаем такую битву. То есть, есть кланы, есть группы. Они все бьются и за две недели должны уже создать онлайн школу и соревнуются, кто больше денег заработает. Это разнообразные оффлайн встречи, где можно там потрогать друг друга, познакомиться, объединиться. Это нетворкинг встречи, где там эксперты ищут продюсеров. То есть, и по сути, для каждой онлайн школы необходимо придумывать и какие-то оффлайн движухи, и онлайн движухи, и всячески объединять людей и заставлять сообщество общаться. Потому что главная ценность, на самом деле, любого образовательного курса и то, что действительно дает результат, это офигенно сделанное сообщество, которое сплоченное и которое друг друга поддерживает. Прям запомните, запишите, продавать нужно результат, а не знание. К примеру, вот в акселераторе онлайн школ мы продаем, мы создаем собственников прибыльных онлайн школ, и мы ведем до результата, и мы гарантируем этот результат. Поэтому игра на гитаре, соответственно, гарантированно, ты споешь свою серенаду, и твоя возлюбленная еще больше себя полюбит. Ты просто продаешь, никому не нужны уроки по фитнесу, но там все хотят кубики на животе, или снять футболку на пляже, чтобы ты не стеснялся, или нравится девушкам, или суметь защитить девушку в темном переулке. То есть продавать надо результаты, продавать надо выгоды. И только тогда это начинает работать. Онлайн школа наблюдателей за птицами. Как вам такой кейс? То есть оказывается, для меня это был просто шок, что есть люди, которые очень любят наблюдать за птицами. Оказывается, есть целое сообщество людей, которые наблюдают за птицами. Они ездят в разные уголки земли, и как-то ищут этих птиц. И наша резидентка погрузилась в одно из таких сообществ, в ассоциацию, бесплатно им разливала чаек и общалась. А что интересно этим наблюдателям за птицами? Они, оказывается, учатся, как различать чириканье одной птички от чириканье другой птички, чтобы понять, что это за птичка. Такие сумасшедшие люди. И в общем она запустилась с первого вебинара, с первого запуска. Она заработала 120 тысяч рублей. То есть это много или мало? Как вы думаете, много это или мало на старте заработать 120 тысяч рублей? Это отлично, потому что ниша странная. Это не похудение, это не отношение, это не бодибилдинг и не английский язык. И что интересно, что сейчас они запускают вторую школу, второй курс наблюдения за дельфинами. И вот когда мы рассказывали про школу рисования, которая делает 20 миллионов рублей в месяц, они делают на 30 курсах. Таким образом, если даже просто предположить, что она вырастет хотя бы в 5 раз на одном курсе, и у нее будет около 10 курсов, она также будет зарабатывать миллионы. Онлайн-школы организации пространства. Вот это тоже прикольный очень кейс. Мы еще их называем онлайн-школой гардеробщиков. То есть оказывается, есть люди, которые обучают, и вот они недавно миллион рублей заработали с запуска, они обучают тому, как разобрать свой гардероб, навести порядок в квартире и берут за это деньги. Ну вот кто считает, что это прикольный кейс, кому это нравится. То есть и наши резиденты, они пошли вот еще дальше, тоже заработали, кстати, миллион рублей. Они увидели, что ой, ниша популярная, там набирает обороты. И они сделали онлайн-школу консультантов по тому, как разобрать свой гардероб и там расчистить пространство в квартире. То есть как бы такая производная. Не просто обучают этому, обучают, как быть консультантом в этом направлении. Вот. Тоже миллион сделали? У нас ребята зарабатывают даже на траве. Не на той, на которую вы, возможно, подумали. Это обучение траволечению, как убрать головную боль и быть здоровыми. Женщина пришла к нам на обучение, и у нее не было даже денег на старт, на рекламный бюджет. И ей ее одногруппники одолжили 60 тысяч рублей, и она с первого же вебинара разработала 600 тысяч рублей на том, как правильно травами лечиться. Кстати, вот из странных ниш я просто заметил Борю. Боря, встань, пожалуйста. Боря вот недавно сделала 300 тысяч на онлайн-школе пауэрлифтинга. Давайте похлопаем. При этом Боря ни разу не пауэрлифтер. Он нашел чемпиона мира по пауэрлифтингу и сделал с ним курс по пауэрлифтингу. Так что, если хотите, Борис. Да, можете его проспрашивать, как он это сделал. Сколько нужно денег на старте? Давайте постараемся ускориться, потому что у нас мало времени. Можно смотреть, можно идти двумя путями. То есть мы как считаем, что правильно запускаться? Мы считаем, что правильно запускаться с минимальными вложениями. И сначала тестировать рынок, то есть сначала учиться продавать курс, а потом, если как бы продажа пошла, то тогда уже курс записывать. И как здесь можно сделать? То есть ты делаешь вот эту вот автоворонку, делаешь продажу, пробуешь, там все, у тебя продажа свершилась, и дальше ты смотришь. Если у тебя реклама нормально окупается, если ты какой-то возврат денег сделал после того, как вложил, то есть вложил рекламу 100 рублей, достал там 200 рублей. Окей, у тебя возникла какая-то прибыль, уже на эти деньги можно сказать ученикам, что через две недели у тебя запускается курс, и на эти деньги уже сделать курс, уже его записывать. А если ты, например, посмотрел и увидел, что реклама не особо окупается, то эти деньги можно просто взять и вернуть людям. И таким образом у тебя получается очень легкий, комфортный тест. И в онлайн-школе мы пришли к тому, что нашим резидентам по сути нужны деньги преимущественно только на трафик, только на саму рекламу. И ту рекламу можно сделать бесплатно. Вот сейчас мы расскажем вам примеры, как ребята бесплатно сделали. Давай перелеснем слайд. Ну, онлайн-школа диетологов, Денис Пустовой, то есть что они сделали? У Дениса полетел бизнес, он делал сеть хостелов, он бедный продал свою машину, продал гитару, денег вообще не осталось. И он решил запродюсировать свою жену. Сейчас Дима расскажет об этом лайфхаке. Это то, что реально работает, когда ты продюсируешь жену и продаешь ее какие-то знания. И он сразу записал автовебинар. И у него с первого запуска, но это очень редко такое случается, но у него это получилось, что сразу же у него получилось сделать полтора миллиона рублей на автовебинаре. То есть он не делал какие-то живые пробы, не тестировал. И он договорился с сайтами, посвященными диетологии, о партнерке. То есть там размещается баннер, там люди кликают на баннер, и как только случается продажа, там 50% этой продажи идет вот этому сайту ассоциации. То есть это такой достаточно простой способ, как сделать бесплатный трафик. И у нас также запустился паренек по стоматологии, то есть онлайн обучение стоматологов, тоже запускался без денег, нашел сайты, порталы, посвященные стоматологии, разместил там баннеры, трафик дальше на вебинар, и в общем все там, 500 тысяч рублей он делает. Денис сейчас делает 2 миллиона рублей. Онлайн школа Таро, такая эзотерическая ниша с одной стороны, с другой стороны любопытен метод, как он запускался. Создал 40 аккаунтов во Вконтакте и нашел группы, где люди интересуются Таро, добавляется человек из этой группы, он добавляет в ответ, и дальше у этого аккаунта настроена автоматическая история, что тебе присылается ссылка. То есть это не является спамом, автоматически присылается ссылка на вебинар. И свои там сначала, там с первого запуска было 250 тысяч, и потом сейчас уже тоже он дошел до миллиона. И сейчас в итоге он перешел на платную рекламу, когда появились деньги. Притом, что интересно, что Володя, он до этого вел ресторан. То есть у него был ресторанный бизнес, он с ним намучился жестко. И мое мнение, что ресторанный бизнес это вообще самый сложный бизнес в мире. Вот я не знаю, кто так же считает. То есть это реально, это очень сложно, то есть ресторан делать. Гораздо проще сделать онлайн школу Таро. Причем он запустился без лендингов, без e-mail цепочек, без каких-то программ, полностью работая во ВКонтакте. То есть там есть специальный сервис, который просто внутри ВКонтакте можно всю воронку сделать. Еще один из бесплатных способов привлечения аудитории – это генерить контент и вставлять туда лид-магнит. Лид – это будущий клиент, магнит – то, что его привлекает. Мы буквально несколько недель назад вернулись из Калифорнии. Там жили полгода. Мы открываем там филиал. И там уже практически невозможно маленькому бизнесу, малому бизнесу рекламироваться в социальных сетях или в поисковиках, потому что очень дорого, потому что они конкурируют не с игроками своей же ниши, а с Мерседесом, Левером, Кока-Колой, большими огромными брендами. И с ними практически невозможно. И поэтому там все работают через контент. И это сейчас приходит к нам. Поэтому очень важно уметь делать тот контент, который нужен, либо текстовый, либо видео, и туда размещать, к примеру, какой-то PDF. Чтобы вы поняли, как это работает, можете зайти к нам в соцсети, либо в Instagram, либо в Facebook. Выфоткайте сейчас. Да, сфотографируйте. Там последний пост. Вы можете там написать. Пришлите мне пример лид-магнита. Это пошаговый план создания онлайн-школы. Сейчас уже просто времени нет рассказывать, как он создавался, но это очень интересно. Это прям кусочек искусства по тому, как правильно сделать так, чтобы потом с человеком он вошел в воронку. Платный трафик – это уже не так интересно. Здесь все то же самое, что работает и в ритейле, в рознице. Facebook, ВКонтакте, Instagram, Яндекс, Google. И еще там мы порядка 90 разнообразных источников платного трафика насчитали. Но гораздо интереснее запуститься бесплатно. Но платный просто быстрее. То есть можно запускаться долго, это бесплатно, можно запускаться быстрее. И это на самом деле проще. При том, что в онлайн-школе интересный метод. То есть ты вкидываешь, например, 10 тысяч рублей в трафик, смотришь, как они обрабатываются, как они работают. Обычно 10-15. Вернулось у тебя 25-30. Ты эти деньги перевложил, уже вкладываешь еще больше денег. Например, 30 тысяч. У тебя возвращается 50 тысяч. Вкладываешь 50, у тебя возвращается 100. Ты вкладываешь 100, у тебя возвращается 200. Ну, как бы в таком духе. Понятно, что не все стоты вкладываешь, что есть затраты на команду, помощника. Но преимущественно онлайн-школы разгоняются так. И мы с Димой все наши онлайн-школы, ну, а я вот, например, занимаюсь 10 лет этим направлением, там Дима 6 лет. Мы, по сути, все онлайн-школы делали без денег, без инвестиций, без стартового капитала. Я сторонник того, что стартовать можно с женой. То есть вы думаете, у меня знаний нет, где же взять? Вот самая безопасная инвестиция – это в жену, в ее знания. Вот моя жена в семейный бюджет приносит от 4,5 до 5 миллионов рублей в месяц. На школе FreePublicity. Как писать книги, курс «Напиши книгу за 90 дней». Как публиковаться в таких изданиях, как Forbes, «Ведомости», как себя пиарить и продвигаться через умение работать с текстом. Поэтому задумайтесь о том, не инвестировать ли в свою жену, в ее знания. Другой пример тоже – наша онлайн-школа. Делает 10 миллионов рублей в месяц сейчас. Ну и вкратце история. То есть мы познакомились с Димой, астрологом на Пангане. Он впечатлил просто своими знаниями астрологии. И тогда он делал 600 тысяч рублей и проводил 4 вебинара в день. То есть он каждый день продавал уже такой успех. То есть я уже не в Москве зимую, но 4 вебинара в день, по полтора часа. То есть он не видел ни солнца, ни отдыха, ничего не видел. Просто сидел постоянно под гул птичек и цикат. Он проводил вебинары. Мы переделали его вебинары в автовебинар, сделали систему, набрали команду. И очень быстро школа выросла. Где-то за год мы выросли 600 тысяч до 10 миллионов рублей в месяц. Это школа астрологии Лакшми Парушоттума. Вот пример предпринимателя, у которого был офлайн бизнес. И он… То, что наш резидент. Да, то, что наш резидент. Вера пришла к нам со своим бизнесом. У нее пекарня, которая зарабатывает в основном в преддовогодний период. И потом летние месяца, там в районе нуля, иногда убыток, иногда небольшая прибыль. И вот такой бизнес, часто офлайн бизнес традиционный, у них вот такая проблема, что есть какой-то пиковый месяц, ты зарабатываешь, а потом он кормит все остальные месяца. И вот у Веры была такая проблема. Она сделала онлайн школу пряников. Как печь пряники и зарабатывать на этом. Сейчас у него порядка выручка полутора миллионов рублей в месяц, из которых миллион чистой прибыли. Сейчас мы уже перейдем от кейсов к тому, как вы это можете сделать. У нас, к сожалению, там не так много времени. Онлайн школа грузинского языка вкратце оказалась. Ну, то есть очень интересный тоже кейс. Оказалось, что грузины, у них вообще достаточно большая диаспора в России. Они очень заинтересованы в том, чтобы какие-то культурные вещи передавать дальше следующему поколению. И им очень важно, чтобы их девушка тоже разговаривала по-грузински. И они, оказывается, массово отправляют своих женщин, своих жен учить грузинский язык. Вот паренек делает полтора миллиона рублей в месяц на грузинском языке. То есть это, ну, ты считаешь, это прикольный кейс. Это, на самом деле, достаточно тоже интересно. Потому что я раньше думал, что можно делать деньги только на онлайн школе английского. Когда я слышал про онлайн школе грузинского, вот так вот сразу. Я думаю, что успех грузинского, потому что грузин очень любвеобильная нация. И сейчас есть тренд, многие хотят учить английскому. И там очень конкурентна сейчас ниша. И вы подумайте, может быть, все же армяне тоже любвеобильные. Или испанцы и другие нации. Подумайте, если вы думаете про то, к чему учить. Может быть, посмотрите на другие рынки. Ну, давайте перейдем, собственно, к принципам, к главным принципам, как все это создавать. Три главных принципа. Погнали. То есть бизнес наоборот. То есть мы считаем, что очень важно правильно подойти к созданию онлайн курса, чтобы не облажаться. То есть неправильно это, когда ты там долго думаешь, рассуждаешь, что нужны инвестиции. Вот мы недавно встречались там с Тиной Канделаки. И вот там она говорит, вот я не могу создать онлайн курс, потому что на это же нужно там 3-5 миллионов рублей инвестиций. На самом деле не нужно. То есть можно делать наоборот. Можно сначала показать свое предложение. И если увидеть на это спрос, если увидеть на это интерес, тогда уже людям это предложение создавать. Основатель онлайн школы грузинского, он вообще записывал все свои курсы на айфон. И у него не было даже штатива. Он привязывал свой айфон скотчем к палке и снимал себя. Да. Мы считаем, что если контент качественный, звук качественный, то видео, оно менее, скажем так, критично. Принцип конструктора. То есть вот это тоже интересная штука. То, что, вот, к примеру, Дима раньше, то есть он закончил с Колково. И вот он там умел проводить презентации, но он не понимал, как делать продающие презентации. И оказывается в онлайне вот элемент продающих презентаций, все практически продающие элементы, из-за того, что огромные бюджеты гонятся на трафик. Ну, представляете, вот мы, например, тратим на трафик 12 миллионов рублей в месяц. Ну, то есть каждый месяц. Естественно, мы смотрим все, тестируем, там, АБ-тестинг. Ну, то есть много всего проводим разного. А есть еще американские компании, которые миллиарды долларов это вкладывают и тоже делают очень много тестов. И уже появились просто некоторые формулы того, как эти элементы сделать. Мы эти формулы адаптировали под российский рынок. И зачастую вам просто надо взять эти элементы. Мы сегодня с вами некоторыми поделимся. В онлайн-школах очень прикольно, что уже все существует. Еще года три назад нужно было чуть ли быть не программистом, либо уметь взаимодействовать с программистами. Им нужно было управлять. И человеческий фактор, он самый сложный в бизнесе. Они сливаются, творческие люди делают не вовремя. Сейчас все есть, знаете, чтобы создать, к примеру, посадочную страницу, тебе не нужно быть программистом. Это, знаете, как сделать презентацию в PowerPoint. Ты заходишь, сам делаешь все интуитивно. Так же с посадочными страницами, так же с настройками рассылок, так же с вебинарами. Ты понимаешь, что есть формула, ты понимаешь, какие блоки нужно вставлять и почему. И ты идешь по этому. Поэтому, в общем, сейчас не нужно быть технарем, чтобы иметь онлайн-школу. Достаточно просто иметь логику и настраивать, знаете, чтобы написать текст в Word, тебе не нужно быть программистом. Ну и дальше надо делать автоворонку. Автоворонка самая простая, вот мы на которой специализируемся. Это автовебинарная воронка. То есть вот сегодня вам рассказывали про уроковые воронки. Мы считаем, что автовебинарная – это номер один по эффективности, по простоте запуска, по скорости запуска. И что каждый из вас сможет такую воронку сделать, если просто применит правильные формулы продающей презентации. То есть мы сейчас расскажем чуть позже. То есть, пример, онлайн-школы, они автоматизированы, как правило, на 90%. И вот есть автопродажи, о них сейчас расскажем. И автопродукты – это предзаписанный курс, который просто выдается людям в учебных кабинетах. Значит, что такое автоворонка? Ты запускаешь трафик. Трафик – это, по сути, трафиктолог, литгенщик. Он настраивает рекламу, какой аудитории показывать в Фейсбуке, либо ВКонтакте, либо по каким запросам в Google, Яндекс. Это вещи ты один раз настраиваешь, и оно потом работает, ты адаптируешь. Дальше это автовебинар и авторассылки писем. Вот сегодня говорили до этого. Соответственно, это все блоги, которые настраиваются. Ты единожды запрограммировал письма, и все, кто подписывает на тебя, они автоматом получают письма. И идут на автовебинар. То есть сейчас мы на живом вебинаре, вернее, на презентации, на мастер-классе. Такой же ты делаешь, один раз записываешь, и потом он автоматически включается в определенное время. Там есть свои нюансы, но самый главный нюанс это в том, что полностью автоматизация, она не работает. То есть мы это можем сказать, что делаем миллион долларов в месяц на этом, что отдел продаж плюс автоматизация, тогда это работает классно. То есть влияние человека, оно все равно большое. Так как мы сейчас сильно ограничены во времени, мы не можем подробнее рассказать. Поэтому идите сейчас, сфотографируйте вот эту ссылку. Это пример автоворонки. За 12 месяцев она сделала 500 миллионов рублей. То есть сейчас это номер один автовебинар в России, в Рунете, который больше всего денег сделал. Он ежедневно стартует вне зависимости от погоды, от нашего настроения, от того, где мы с семьей, и он приносит деньги на автомате. Фотографируйте ссылку, и потом, когда закончится, потом посмотрите. Вы подпишитесь и смотрите этот вебинар именно с точки зрения формул. Потому что там триггеры, там такие мотиваторы смотреть дальше для каждого есть. Если вы будете смотреть именно с точки зрения того, почему они это говорят, то вы для себя получите много-много инсайтов. Так, давай быстренько попробуем это пройти. С чего стартовать? То есть вы выбираете нишу, можете, смотрите, у нас есть PDF-ка еще для вас бесплатная. Мы сделали много-много-много разных ниш в онлайн-образовании. Если вы вдруг захотите посмотреть, что уже запускается, опять же пишите нам в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук. Хочу нишу. Мы уже их давали, эти Инстаграмы, ВКонтакте, Фейсбук. И мы пришлем вам PDF-ку. Там прям вот такой вот майндмэп, где много разных ниш. Вы определяетесь, эксперт или продюсер. То есть вы можете продюсировать сами себя, создавать онлайн-школу. Вы можете продюсировать жену. Или вы можете найти какого-то эксперта на рынке и продюсировать его. И исполнять роли собственника и продюсера. Ну давай дальше, у нас немного осталось. Продукт вы сначала перед тем, то есть так как мы делаем бизнес наоборот, вы сначала не делаете продукт. Вы сначала понимаете, о чем продукт, для кого продукты и что человек получит. И делаете, по сути, обещание, продающую презентацию. И делаете из этого автоворонку. То есть вы настраиваете трафик, вы делаете упаковку и проводите вебинар. Да, чтобы не было вот этих сложных e-mail маркетинговых воронок, которые вам сегодня рассказывали, мы сами верим в то, что простое работает всегда лучше. То есть обычно, вот если когда смотришь за результатами, чем сложнее вот эта вот схема, там, разветвление e-mail маркетинга, тем меньше обычно у людей результата. А чем она проще, и вот автовебинарная она самая простая, тем обычно результатов больше. И только после того, как ты понял, что это нужно людям, ты делаешь продукт. И ты делаешь продукт, когда у тебя уже есть клиенты, и ты адаптируешь этот продукт под нужды этих клиентов. Таким образом, сфотографируйте еще раз эти шаги, либо вот перед этим фотографировали про автоворонку, там про это рассказано намного-намного подробнее. Ну, то есть мы считаем, что сейчас есть такое некое окно возможностей, особенно вот когда мы сейчас запускаемся в Штатах, мы видим, что сейчас вот там автовебинарные воронки работают уже, ну, не очень хорошо, просто потому что трафик дорогой. То есть много конкуренции, много игроков, соответственно, стоимость рекламы достаточно высокая, и тяжело войти новому какому-то игроку. И все работают там через партнерки, запускаются друг у друга, делятся там 50% тебе там с этого запуска и так далее. И, ну, в России сейчас прикольно, потому что есть много вот таких вот микрониш интересных. И эти микро, они потом перерастают в макро, как вот школа рисования или школа там кондитеров. То есть кажется, что там очень мало денег. Но когда залезаешь и начинаешь все правильно выстраивать, на самом деле оказывается, что денег много. И, ну, рекомендация наша вам, это то, чтобы вы просто помнили, хотя бы держали в голове, там, ну, без разницы от нас, не от нас, что реально есть вот некие формулы того, как делать эти автоворонки. И на самом деле, если бы вот мы не использовали эти формулы, не знали бы всех этих вещей, мы бы не знали, что там открываемость писем падает сразу же, там и на третье, четвертое письмо, оно становится 20%. Что примерно там 3,5% подписчиков в e-mail воронке покупают. Что там возможно сразу на автобинаре продавать с чеком там 200-300 тысяч рублей. То есть там есть много законов жанра, которые, ну, вот просто надо узнавать. Ну, и вкратце мы хотели бы просто привести еще кейсы там некоторых наших резидентов. Я просто их зачитаю. Ну, и в какие-то где-то цифры скажу, где-то я не помню. Онлайн-школа секса 5 миллионов рублей в месяц. Триатлона там, по-моему, где-то 940 сейчас он сделал. Борельеф Фомиран, по-моему, полтора миллиона рублей. Звукотерапия порядка 600. Пауэрлифтинг Боря там, по-моему, 300, да, у тебя где-то. Дерматоскопия. Вот недавно тоже кейс появился. Это вообще очень-очень узкая ниша. Аквариумнистика. Это там дизайн аквариумов. Вот это тоже прикольно. Онлайн-школа пения, онлайн-школа гитары, онлайн-школа диджеинга. Оптики и оптометрии. То есть это обучение специалистов в индустрии. Холотропное дыхание. Очень много всякой эзотерики разнообразной. Профессиональные программы. 3D Max, Photoshop, AutoCAD. Очень много делают денег, там полмиллиона долларов в месяц. Это онлайн-школа для отношений для женщин. То есть женщины очень активные покупатели. Это самая лучшая аудитория для старта своей онлайн-школы. Оценщики интеллектуальной собственности. Тоже такая профессиональная ниша. Школа программистов, школа дизайнеров, школа маркетологов. Очень востребованы профессии. Очень хорошо сейчас идут на рынке. Как для взрослых людей, так и для детей. Ну и вот всякая разнообразная эзотерика. Это Таро, Реинкарнационик, это прошлые жизни, астрология, это хилинг и много разных ниш. И большинство этих ниш не было на рынке вообще. И вы представляете, сколько есть у вас знаний, которых нет еще на рынке. И окно возможности еще 1-2 года, дальше трафик будет дорогой. И вам нужно сначала саккумулировать стартовый капитал на текущее время, чтобы потом можно было конкурировать с вашим опытом и с существующими деньгами, чтобы вы могли покупать трафик. То есть с точки зрения предпринимательства и онлайн-предпринимательства, мы считаем, что Россия просто охрененная страна. То есть 350 миллионов человек, русскоговорящее население, небольшие пороги входа, недорогая реклама. Если сравнить с Америкой, то Америка реально гораздо хуже места. А с Китаем там вообще непонятно тебя сразу копируют. Мы там как-то еще присматриваемся к Индонезии. Ну в общем Россия просто реально шикарное место для старта. Поэтому если вам интересно как-то сотрудничать с нами и бесплатная консультация, то вот можете зарегистрироваться на oz.rf, как онлайн-жизнь.rf. Оставляйте заявку, дальше наши ребята с вами свяжутся. И увидимся с вами в онлайне. Теперь похлопайте вам, как понравилось. У-ху!